Привет, меня зовут Влад, с вами Аудиомания и сегодня в этом видео мы продолжим знакомство с контроллером Icon Qcon Pro G2. Обзор на контроллер и как он работает с программой Reaper вы можете посмотреть по ссылке в описании. А сегодня мы разберем два проекта. Один в Studio One, второй в Ableton Live и посмотрим, как контроллер интегрируется в эти программы. А также подключим дополнительный блок Qcon и XG2, чтобы продемонстрировать работу устройства в расширенной конфигурации. В этом проекте будут продемонстрированы основные функции контроллера, а именно работа с балансом, панорамой, посылами на эффекты, управлением записей инструментов и автоматизацией. У нас загружен проект в Studio One. Давайте откроем настройки. Нас интересует раздел External Devices и здесь, как вы видите, уже добавлены контроллер и экстеншн. Добавляются они следующим образом. Мы нажимаем кнопку Add и выбираем Make a Control. Основной контроллер подключается через Control. Extension мы подключаем через Control Extender. Выглядит это все таким образом. Важный момент. Оба контроллера нужно сгруппировать. Делается это следующим образом. Сейчас у нас контроллеры не в группы. Мы простым перетаскиванием мыши группируем их в нужном нам порядке. Поскольку экстеншн у нас стоит с левой части, мы его располагаем здесь соответственным образом. Также с помощью контроллера мы можем осуществлять контроль записи. В сессии у нас приготовлена дорожка гитары. Давайте мы сейчас ее выберем. Назначим нужный нам вход. Это будет Input 1. Отключим Software Monitoring, потому что мониториться мы будем через карту. И запишем гитару. Так, но прежде проверим, включен ли у нас метроном. Метроном включим. Готовы, да? Субтитры сделал DimaTorzok Вань, спасибо. Сейчас давайте соберем общий баланс и посмотрим, что умеет этот контроллер в связке с Studio One. Давайте сбросим все фейдеры в ноль и соберем общий баланс. Начну с ритм-секции. Положение фейдеров громкости отображается на экране. В целом, все довольно информативно. Убавляем бас. Субтитры сделал DimaTorzok Также в контроллере мы можем отдельно выбрать слой с шинами. Здесь мы видим, что барабаны у нас собраны в подгруппу. Мы можем их также послушать отдельно. Также отдельно выводятся возвраты эффектов. Здесь в сессии у нас подгружена реверберация и дилей. Вернемся в Global View. Теперь давайте попробуем спанорамировать хай-хеты. По умолчанию у нас выбран режим панорамы. Хай-хет 1 у нас остается по центру. Хай-хет 2 мы панорамируем влево. Хай-хет 3 мы панорамируем вправо. По отдельно послушаем плаки. Это два лейра. Мы их тоже спанорамируем влево и вправо соответственно. Добавим реверберацию на хай-хет. Сделать это можно двумя способами. Нажимаем кнопку Send. У выбранного канала отображается общее количество посылов. Их может быть здесь до 8 штук. Как вы видите на контроллере. Если мы нажмем Send дважды, под каждой дорожкой отображается нужный нам посыл. В нашем случае это реверберация. Давайте послушаем. Также мы видим, что здесь у нас активирован посыл на реверберацию на канале Open Hi-Hat. Давайте тоже это сделаем. На канале Short Sweep у нас активирован посыл на дилей. Давайте также его отправим туда. Управлять посылами мы можем как с помощью энкодеров, так же и с помощью фейдеров. Сделать мы это можем следующим образом. Выбираем дорожку. Нажимаем кнопку Flip. И теперь моторизированные фейдеры управляют посылом на реверберацию. Давайте попробуем записать автоматизацию панорамы. Например, сделаем это на наших хай-хетах. Что нам нужно сделать? Выбираем необходимую дорожку, кнопка Select. Переходим в режим Right. И проигрываем. Автоматизация записана. Если нам нужно сбросить положение панорамы, мы можем просто нажать на энкодер и панорама встает в центральное положение. На этом этапе закончим работу с проектом в Studio One. Перейдем в Ableton Live. И вот мы в Ableton Live. Здесь продемонстрируем работу контроллера с плагинами, поработаем с эквалайзером, компрессором и пространственными эффектами. А также пропишем автоматизации. Но для начала заменим трафарет. У нас загружена сессия Ableton Live. Давайте зайдем в настройки и посмотрим, как подключается контроллер. Здесь все достаточно просто. Мы выбираем два контрол-сюрфейса. Один из них это MaciControl XT, что обозначает extension. Выбираем MIDI-вход и MIDI-выход для extension. Вот он у нас здесь указан. Основной контроллер подключается через протокол MaciControl. Точно так же выбираем MIDI-вход и MIDI-выход для основного девайса. А также обращаем внимание на конфигурацию MIDI-порта. Она должна выглядеть вот таким вот образом. На контроллере мы можем управлять основными функциями программы. Если мы выбираем нужный нам трек, доступны следующие параметры. Во вкладке Input-Output мы можем выбрать необходимый нам источник сигнала. Это может быть как External Input, так и каналы ресэмплинга или любой другой канал. Вкладка Send открывает доступ к посылам на эффекты, в зависимости от выбранного трека. Функция панорамирования. Кнопка Instrument Track открывает доступ к плагинам, которые находятся в инсерте на выбранном треке. И с помощью кнопок Page Up, Page Down мы переключаемся между выбранными параметрами. Также с помощью кнопки View Selector мы можем переключаться между Session View и Arrangement View. С помощью кнопок Track Clip View мы можем переключаться между режимами отображения. Undo, Redo, Показать скрыть браузер, Показать скрыть нижнюю панель. Давайте соберем общий баланс в проекте. Редактор субтитров А.Семкин На канале Female Vocal у нас прописана автоматизация панорамы. Давайте сейчас ее сбросим и повторно запишем. Изменить панораму мы можем двумя способами. Либо с помощью энкодера, либо с помощью моторизированного фейдера. В случае, если мы используем кнопку Flip, фейдер превращается в регулятор панорамы. Пропишем автоматизацию для нашего канала Female Vocal. Проверим, что из этого вышло. Отлично. В проекте присутствуют два возврата. Это реверберация и дилей. Давайте их сейчас чуть-чуть подстроим и попробуем на них послать несколько инструментов. На контроллере с помощью нажатия кнопки Return Track мы можем выбрать слой возвратов, где они все отображаются. В нашем случае это реверберация и дилей. Чтобы управлять параметрами, мы нажимаем кнопку Instrument Track. И в зависимости от того, какой трек у нас выбран, мы можем получить доступ к текущим параметрам, нажатием энкодера. Здесь мы видим на экране все текущие настройки. Переключаться между слоями мы можем с помощью кнопок Page Up и Page Down. Сейчас мы отправим дорожки на посылы и затем подкрутим параметры. Отправление на посылы осуществляется с помощью кнопки Send. Мы выбираем текущий трек. К примеру, это будет Arpsynth. И отправляем его на реверберацию. Также отправляем LeadSynth в реверберацию. Сбросить значение посылы мы можем с помощью нажатия энкодера. Также отправим на посыл граммлук номер 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь давайте подкрутим параметры возврата реверберации. Выбираем Reverb. Нажимаем кнопку Instrument Track. Получаем доступ ко всем параметрам реверберации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переключаемся между слоями с помощью кнопок Page Up и Page Down. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На канале Arpsynth у нас лежит автофильтр. Давайте пропишем для него автоматизацию. Мы выбираем дорожку Arpsynth. Нажимаем кнопку Instrument Track. И получаем доступ к параметрам автофильтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы будем записывать значение ручек Frequency и Resonance. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На дорожке Kick у нас находятся эквалайзер и компрессор. Давайте также подкрутим эти приборы. Начнем с эквалайзера. Я хочу использовать High-Pass фильтр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также можно подкрутить резонанс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас изменим параметры компрессора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаем нужный нам threshold. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для удобной навигации мы можем назначить, маркеры, делается это следующим образом. Выбираем нужную нам точку. Нажимаем кнопку Add. Добавляем маркер. Расставим пару маркеров. И с помощью кнопок Previous Next осуществляем навигацию между этими маркерами. Сейчас давайте скомпрессируем канал Drum Loop 1. Инструмент трек, глю-компрессор, глю-компрессор. Также мы можем использовать регулятор DryWet для того, чтобы подмешивать компрессию параллельно. Ну и не забываем про Makeup Gain. Двигаемся дальше. На дорожке Vocal FX у нас находится дилей и реверберация. Давайте также их добавим и подкрутим нужные нам параметры. Продолжение следует... И также добавим немножко реверберации. И давайте пропишем автоматизацию на параметр Feedback. Делать это можно также с помощью функции Clip. Послушаем, что из этого получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы протестировали контроллер в работе с Studio One и Ableton Live, подключили дополнительный экстеншен. Все работает без каких-либо проблем. Вообще, Qcon достаточно легко внедрить в ваш уже привычный рабочий процесс, а трафареты, идущие в комплекте с контроллером, визуально адаптируют использование девайса. Если требуется решить какую-то специфическую задачу, например, собрать кастомный маппинг, это можно сделать через утилиту iMap. Этот контроллер и другие девайсы вы можете приобрести в интернет-магазине Audio Money. Ссылка на данную модель с ценой и характеристиками в описании ролика. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры интересных продуктов. Субтитры создавал DimaTorzok